Здравствуйте, дорогие наши студенты! Тема сегодняшнего нашего открытого онлайн урока конструкции сложных предложений с предательными условными союзами «Если», «Когда», «Раз» и «Другие». Как мы говорили на прошлых уроках, условные отношения можно выразить и в простых предложениях, и в сложных предложениях. В простых предложениях, как мы говорили на прошлых уроках, выражаются предложенными конструкциями и депричастными оборотами. Сегодня мы будем говорить об условных отношениях в сложных предложениях. В сложных предложениях для выражения условных отношений употребляется предназначенное условное, которое отвечает на вопросы при каком условии, содержит показания на условия осуществления того, о котором говорится в главном предложении. Предназначенные условные относятся ко всему главному предложению. В основном, предназначенные условные соединяются с главным предложением с помощью союзов «если», «если», «вы», «раз», «когда», «коли», «коль», «ежели». Например, «когда товарища согласия нет, на лад их дело не пойдет». В этом предложении главные предложения «на лад их дело не пойдет», а предназначенные условные «когда товарища согласия нет». Задаем вопрос от главного предложения к предаточному. При каком условии на лад их дело не пойдет, когда товарища согласия нет? Второй пример. Если вы будете серьезно заниматься научной работой в студенческие годы, вы сможете добиться больших успехов. В этом примере, главное продолжение, вы сможете добиться больших успехов. При каком условии? Если вы будете серьезно заниматься научной работой в студенческие годы. В этом предложение, наше предложение соединяется с главным предложением с помощью союза «Если». Следующий пример. Раз ты дал слово, ты должен сдержать его. В этом примере главное предложение ты должен сдержать его. При каком условии раз ты дал слово? Предачите условные предложения соединяются в этом примере с главным предложением с помощью союза раз. Следующий пример. Старики пустируются, кони им это весело. Главное предложение. Старики пустируются, при каком условии кони им это весело. Здесь главное предложение соединяется с предачным условием с помощью союза кони. Предачные условные могут находиться по отношению к главному предложению, перед главным предложением или после него. Например, это всегда волнительно, когда впереди ждет неизвестность. Предачные условные могут находиться перед главным предложением или после главного предложения. Например, это всегда волнительно, когда впереди ждет неизвестность. Показание предащего 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 пред Главные предложения приходили вовремя, предательные условные предложения разобещал не опаздывать. Значит, условные предательные предложения в этом примере находятся перед главным предложением. Последний пример. Если знаешь условные задачи, можно быстро найти правильное решение. В этом примере предательные условные предложения, если знаешь условные задачи, находятся перед главным предложением. Иногда для соединения главного предложения и условного предложения употребляются составные, то есть двойные союзы. Если то, если та, раз, два. Предназначение условных союзов всегда находится перед главным предложением. Например, если осень и близко березы начнут желтинские пушки, то следующая весна будет ранняя. В этом примере главное предложение то, следующее весна будет ранняя, а предназначение условное, если осень и близко березы начнут желтеть с верхушки. Здесь двойной союз, если то. Поэтому предназначение условное предложение находится перед главным предложением. Предназначение условное может выражать реальные или переальные, то есть неосуществительные условия. Например, если он выполнит работу качественно и срок, он получит премию. В этом примере предназначение условное предложение условное, если он выполнит работу качественно и срок, выражает реальные условия. При каком условии он получит премию, если он выполнит работу качественно и срок, он получил бы премию. В этом примере предназначение условия, если бы он выполнит работу качественно и срок, выражает нереальные, то есть неосуществительные условия. Он получил бы премию. Значит, здесь для выражения нереального условия употреблены частицы «бы» и после глагола тоже «бы». Значит, после союза, если ставим частицу «бы», и это обозначает, что это условие будет нереальным. Союзы, которые употребляются для соединения главного предложения и предназначенного условия, имеют разную статистическую отраску. Например, союз Ежели – это статистический нейтральный союз. Он употребляется во всех примерах и чаще других союзов. Союз Ежели – это архаический и просторечный союз. Союз Коли – разговорный союз. Союз Гудик – тоже архаический союз. Он употребляется меньше. Например, ежели мы добились одного, добьемся второго. Главное предложение «добьемся второго» – предназначенные условия, ежели мы добились одного. Второй пример – «Коли Парень Терумьяны, пракс, будучи нам названы». В этом примере – союз Коби. Предназначенные условия «Коли Парень Терумьяны» – это речи употребляющихся и старейшие союзы. Иногда выражение условия можно выразить без помощи союзов. Например, «Знай я ремесло, жил бы в городе». Для выражения условий в этом примере мы поставили глагол «знать» в поведительном наклонении, которое употребляется в значительном сосредоточном наклонении. Этот пример можно переведет по-другому, с помощью союза. Например, «Если бы я знал ремесло, жил бы в городе». Значит, в этих примерах слово «знай», то есть глагол «поедительное наклонение», со своим значением равняется предложению «Если бы я знал». В конце урока давайте вместе речим тестирование. Первый тест. Где находится предачное условие? Первый ответ – перед главным предложением, после главного предложения, в середине главного предложения. Значит, вначале мы говорили, предачное условие предложения может находиться перед главным предложением и после главного предложения. Значит, первый ответ – «Г». Второй ответ. Назовите устаревшие союзы, соединяющие сложные предложения с передачным условиям. Первый ответ. Когда. Второй. Если. Раз. Третий ответ. Ежели. Коли. Кабы. Г. А. Ба. Значит, союзы. Когда. Если. Раз. Это чаще употребляющиеся в современном литературном русском языке. А союзы. Ежели. Коли. Кабы. Это устаревшие союзы. Значит, верный ответ. В. Подведя итог сегодняшний наш, мы узнали, на какие вопросы отвечают передачные условные, какими союзами прикрепляется. И мы научились отвечать передачные условные от других предачных предложений. На этом наш урок. До свидания. Желаем всем здоровья. Берегите свое здоровье и здоровье окружающих.